Произошло ДТП со столкновением на перекрёстке, он мне не уступил дорогу и в итоге обвинили в аварии меня. Итак, знакомьтесь, начальник одного из отделов Воронежской областной прокуратуры, награжденный приказом Генерального прокурора Российской Федерации на грудным знаком почётный работник прокуратуры, а по нашему мнению, простой взяточный и коррупционер. Имя его Авдеев Андрей Михайлович. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие у вас изменения, продвижения вашей ситуации, которая сложилась? Ну, дело в том, что мы получили из Верховного суда отказ. Отказ в рассмотрении жалобы. Верховный суд ссылается на 401-ю статью, согласно которой вышестоящая эта инстанция рассматривает вопрос уже о нарушении уголовного кодекса, нарушении процесса. А мы как бы просили, и у нас надежда была, что будет рассмотрено по существу дела. По существу дела уже рассмотрено... То есть приобщённой вами вот той экспертизой... Экспертиза московской, да. Мы тоже надеялись, что прочитают московскую экспертизу, надеялись, что прочитают опрос свидетеля Малыхина, то есть полицейский, который вначале свидетельствовал о том, что он слышал, что водитель Калины якобы хотел объехать иномарку. Там он признаётся, что всё это сфальсифицировано следователем, он этих слов не говорил, а поскольку он торопился, не прочитал, то вот такое было озвучено в суде. И как бы уже для меня, вот человека без юридического образования, мне казалось, что экспертиза и опрос, это будет как открывшееся обстоятельство, и это повернёт, даст ходу назад. Но вот этого не произошло, и... То есть по факту они не стали рассматривать по существу? Да, по факту не рассматривали. И поэтому вот такой у нас финал, как говорится, но за это время, вот мы с вами встречались где-то в июне месяце, всё равно я как бы вот прочитывала вновь документы. Приговор очень хорошо ознакомилась с ним со всех сторон, прочитывала опять заседание в суде, протоколы, другие документы. И на следствии, которые были документы, очень внимательно прочитала, ну и поняла, что вот здесь уже всё изначально строилось как бы на подтасовке, на фальсификации. И первое, вот кто, с кого бы это, с кого это началось, конечно, следователь Гусев. Естественно, по этому поводу, собрав документы, я направила письмо в Следственный комитет Российской Федерации, направила в собственную безопасность, там где работает Гусев, есть, значит, ну пусть поработают, как бы посмотрят и сделают какое-то заключение. Вот, следственный комитет отправил это письмо, Московский следственный комитет, Воронеж, Воронеж направил прокуратуру, прокуратуру, Воронежская областная прокуратура, и они написали, значит, что нет оснований для прокурорского реагирования. Ну вот у меня такой вопрос по поводу вот инспектора, который говорит, что он не мог на суде уже другие слова говорить, ну ранее в протоколе непосредственно он указал одно, и на суде ему пришлось как бы подтверждать это. Почему он на суде, вот мне интересно, не задавали мы вопрос, почему он на суде не смог сказать, как на самом деле было? Вы знаете, я... Ну вот и вызывали бы его. Ему ответили, ну дело в том, что ваши вот там записаны показания уже, я так поняла, что уже показания были готовы. Со слов того же Ключникова, они не расходятся. И вот он когда, я не знаю, приехал, где у них там можно было этот материал поднять, он поднял, посмотрел и понял, что вообще-то он некрасиво поступил в этой ситуации, что незачем было соглашаться, ну вот он ссылается, что полгода прошло, да я уже и не помню таких случаев ДТП. Ну просто очень подозрительно странно, он, значит, там по факту уже свидетельствовал, да, а потом в этом раскаялся. Ну вот даже я предлагала, говорю, ну хорошо, я вот записана на прием в Воронежскую областную прокуратуру, ну пойдемте со мной. Он говорит, вы там говорите, конечно, что я возмущен, что я отказываюсь от своих этих показаний, а меня потом пригласят, я это буду подтверждать. Я, конечно, не намерена отказываться, если я перед вами, он извинился, вот что так получилось. Но вместе он, я вот дважды была у заместителя, у Шишкина, то есть он со мной как бы не изъявил желания. Я даже когда ходила к Воронцову по поводу Гусева, ГУМВД, тоже приглашала, говорю, ну вот я сейчас иду, я записана на прием, давайте, пойдемте. Ну он тоже говорит, да нет, меня по-любому вызовут, и я, ну вот не знаю, я больше с ним как бы, я его не видела, не встречалась, приглашали его, не приглашали. Эта история все-таки, это человек при погонах, знает следственный комитет, знает прокуратура, знает собственную безопасность об этом случае. Приглашали, узнавали ли, или как это все выглядит. При подаче жалобы, вот непосредственно в Верховный суд, вы, получается, приобщали вот экспертизу? Московскую, Московскую, да, припросили ознакомиться. Приобщали непосредственно протокол допроса адвоката? Конечно, конечно. Все это приобщали, но... Мы приобщали еще диск вот этого сюжета, что просим обратить внимание на общественное мнение. Ну, все вернулось. И еще один такой момент уточнить по поводу видеозаписи. У вас был в автомобиле установлен регистратор. Да. Он вел запись и в момент ДТП. Что произошло с записью? В момент ДТП, вот этот кусок записи, он как бы от столкновения, он не записал тот момент столкновения. От удара не записалось момент столкновения. То есть, вот я говорю со специалистами, конечно, они мне говорят, что это минус вот этим дешевым видеорегистраторам. Получается, питание исчезло у видеорегистратора, и последний файл он просто не записал. Да. То есть, остались все файлы предыдущие, которые успели записаться, а тот, который при ДТП, он от удара, значит, питание отсоединилось. Да, и он не был записан. Но это дело в том, что, вот я не знаю, почему эксперт, он там видеорегистратор был тоже, проходил экспертизу. И там как бы написано, столько-то файлов записано, столько-то файлов удалено, ну, в процессе там что-то удалялось. Ну, да, но оно... Ну, вы напишите, ну, последний-то файл удален не был, а последний-то как раз и было вот место столкновения. И вот это тоже муссировалось в суде, вот, вот там же написано удален, это адвокат водителя на марке, ну, там же написано, а вот где гарантия, что не он был удален? Ну, это как-то вот, то ли работа на публику, то ли на... Я понимаю, что вот, вот честно говоря, я, как бы понимаю наших судей, да, они люди с гуманитарным образованием. Вот технические вопросы, может быть, даются им тяжеловато, потому что здесь вот, даже в суде это прозвучало, ну, это не высшая математика, это арифметика. Вот удар по осыпи стекла. Во-первых, эксперты говорят, что это грубейшая ошибка, что нельзя поэтому на это ориентироваться. Ну, та же вот судья Карифанова, она заявляет, судья, вот с такой уверенностью по осыпи стекла. Хорошо, осыпь стекла находится от разделительной полосы 0,9 метров. Удар в переднюю стойку иномарки. Ну, извините, иномарка 4 с лишним метра. Метра длитной. Вот если удар, то есть хвост-то где-то больше метра остается на полосе, по которой двигалась Калина, и она соглашается с этим, она говорит, да, но удар-то не хвост. Приговоре мы читаем, что полностью покинул полосу. Какие действия будут предприняты в дальнейшем? Ну, в дальнейшем у нас еще остается писать жалобу заместителю председателя Верховного суда и председателю Верховного суда. Нашу судебную систему, ну, я уже, честно говоря, хотелось бы надеяться, но я уже не надеюсь. То есть я понимаю, что судебная система в нашей стране, она, конечно, не то что хромает, она уже сгнила. И это уже вопрос вот не нам с вами решать, но я почему вот хочу очень поблагодарить лично вас, Вадим Юрьевич, за то, что вы выслушали, за то, что этот сюжет появился. И я вижу общественный резонанс, я читаю комментарии и вижу, сколько неравнодушных людей. И мне хочется сказать, вот знакомыми вам словами, вместе мы сила. Вот мне очень понравилось на вашей страничке, вот это вместе мы сила. Вот в этом двух словах вот столько, вот большое значение эти два слова имеют. И я вот на будущее, вот люди, которые попадут в такую передрягу, как мы попали, значит, я просто всех призываю очень внимательно быть на стадии следствия, читать всегда бумаги, никогда не подписывать их, не глядя. По правилам, даже при мне было, Гусем, несколько раз, все, я уже подписываю. Он видит, что я настолько устала, я после такой травмы, я очень долго, я не могла, вот уже на работе, мне было проблематично 8 часов отработать, а он приглашал уже после работы, уже к концу работы. Держал каких-то в коридоре, вначале дочь, потом я. Вот я уже подписываю, ой, подождите, вот там я что-то, я немножко поменяю местами. Что он поменял? Где он что-то? Это же очень легко, в компьютере все это вставил, это нажатием одной кнопки. Поэтому биться надо до последнего. Не бояться обращаться в СМИ, не ждать, когда приховор вступит в силу. Когда вступают, я обращалась, у нас очень много, я говорила, журналистами, и уже после того, как приговор вступил в силу, и они все вот в один голос мне говорили, ну где вы были раньше? Вот получилось так в Семилуках, вы чувствуете, что же вы нас не пригласили? Мы в те же Семилуке эту съемку устроили, и в том же апелляционном суде. Это как бы немножко дисциплинирует те же судьи, они не позволяют так себе немножко вести, особенно в областном это, конечно. Поэтому вот к вам, если, конечно, они не столь заняты, но это вообще, это великое дело. Я очень благодарна этими равнодушным людям, которые вот вошли в нашу ситуацию. Может быть, мы и знакомы этой ситуацией, но некоторые комментарии. Я как бы очень много, вот по мере того, что я читала эти комментарии, мне как-то более и более, больше становилась ясна вот наша ситуация. И мне, может быть, да, хотелось бы, чтобы вот справедливость восторжествовала, но я как бы сознательно уже шла к тому, что на это уже внимание никто не обратит, и приговор останется без изменения. Вот, допустим, та же фраза, вы надеетесь на справедливость Верховного Суда, тогда вам к психиатру Галлаперидон избавляет от иллюзий. Да, вот это человек, который, наверное, прошел через все это, и он прекрасно понимает, что то ли полномочий нет, то ли желания нет. Мне бы хотелось, конечно, вот где-то на сайтах прочитать статистику, сколько же дел... Обращаются многие в Верховный Суд. Сколько же дел возвращается с отказами? Сколько вот процентов отношений отменяется приговор? Я думаю, там очень печальная статистика. Я тоже думаю, что это очень печально, потому что мы дожили до того, что статистика важнее судьбы человека. За цифры, за бумажки. Потому что из-за статистики, вот чем выше какой-то коэффициент, выше это лучше статистика, человек больше зарабатывает. Но ведь мы говорим сейчас о людях не совсем бедных. И понимаете, вот эта вся история, она вот... Ну, что лукавить? Это не просто так вот люди взяли, там, халатное отношение. Да ладно там. Нет, это все на договорной основе. Это все связи, деньги. И вот терять рассудок от этих бумажек, от шелеста этих бумаг, ну, нельзя быть. Я считаю, что эти люди уже не на своем месте. На продолжение этого зеленого блокнотика, ну, кто не знает, мне хотелось бы озвучить, что зеленый блокнот, где были фамилии судей, кто за сколько продается, чтобы вынести приговор в ту или другую сторону. То есть все покупается, это вот... Итак, знакомьтесь. Начальник одного из отделов Воронежской областной прокуратуры, награжденный приказом генерального прокурора Российской Федерации, нагрудным знаком почетный работник прокуратуры, а по нашему мнению, простой взяточник и коррупционер. Имя его Авдеев Андрей Михайлович. Ну, Костенко ты быстро пропихнешь. Да легко. Ну, все-таки, да. Если есть ответ Хромуша, то я тебе говорю, либо Шишкин, либо исполняющий обязанности при пробах ее примет. Причем, Костенко знакомая фамилия. Пусть сначала на приеде привезет, что есть. Хорошо, ну давай, там определись. Сколько по деньгам мне тогда говорить, чтобы Евгенку и туда, и туда? Нет, для нашего уровня 30-ки хватит дохода. Я согласна. Ну, акцион какой-то устроен. У каждого есть там своя цена. Вот, поэтому мне бы очень хотелось, чтобы обратили внимание на Семилукский районный суд. Вот, очень хотелось, потому что я вот с другими общалась. Ну, не знаю, нельзя так. Нельзя. Вот приговор, который в отношении даже дочери, вот одно друг друга исключает, да, пишут, что отягчаюсь. Девочка хорошая, характеристика хорошая, из места работы, из места жительства. Имеет высшее образование, там, имеет постоянное место работы. Все хорошо. И тут же пишут. С учетом. Как там написано в приговоре? Вот прям даже хочется зачитать это. В качестве данных, характеризующих личность подсудимой, судом учитывается, что на учете у врачей, нарколога и психиатра она не состоит, имеет высшее юридическое образование и постоянное место работы. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, судом не установлено. И тут же, с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, характера и степени его общественной опасности, личности виновной, ее поведение после совершения преступления. Вообще непонятно, что имеется в виду. Суд считает целесообразным в соответствии с частью 3 статьи 47 УК РФ назначить подсудимой дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью на управлении транспортным средством. То есть, ну... Там говорят одно, здесь совсем другое. Да, тут же, вот тут же. И вот этот приговор, вот этот приговор, вот я очевидец, я все это видела, да. Вы знаете, ну... Мне хотелось поначалу записаться к судье Карифановой, вот с этой экспертизой. Хотелось ей показать, что... Ну, это же не последнее дело, наверное, которое она будет рассматривать. Но хотя бы почитайте. У нас то, что в Воронеже, ну, понятно, тут уже никому не секрет. Ну, хотя бы почитайте, как пишут специалисты вообще, как все это трактуется. Если некогда, там, терминологию, открытие, правила дорожного движения посмотреть, там, подготовиться. Ну, вот, все вот это по метках, все по марках. Есть приговор, наступил силу. Ну, я... Не считаю. В ближайшее время ответы вы получили с Верховного суда. В ближайшее время вы будете готовить жалобы на председателя Верховного суда. И, соответственно, ждать результат. Конечно, верится... С трудом вообще, что что-то там изменится. С большим трудом верится. Ну, как говорится, надежда умирает последней. Ну, да. Спасибо большое. Вы очень большой молодец. У вас очень много сил. И при этом вы его знаете. Ну, с вашей помощью я хочу сказать, что вот я благодарна коллегам, я благодарна своим родственникам, благодарна знакомым, которые вот в такую тяжелую минуту нас не оставили. Нас поддерживали, нам помогали, нам объясняли. Ну, вот, ну, вот, смирение, да. И потом, я когда выходила, уже к завершению шел суд в Семилуках, и мы вышли, столкнулась я, с водителем мономарки, я не могла пройти мимо, чтобы к нему не сказать. Понимаете, вот, я говорю, вы вообще даете отчет, что вы делаете? Ведь все бумерангом вернется. Хорошо, если вам. А если вашим детям, вашим внукам, вот, им ни за что, ни про что не хотелось бы. Ну, он человек неуравновешенный, начал кричать, размахивать руками, и все это. И я все равно, вот этот бумеранг, я верю, конечно, всем воздастся по заслугам, и жизни за все надо платить. И я думаю, что у этого следователя, у этих экспертов, которые вот, ну, ну, такие уж там большие суммы-то, я считаю, это мое мнение. Да и что-то мое мнение, весь город знает об этих суммах. Ну, но есть же у них дети. Вот как можно в отношении чужого ребенка вот такое? Музыка. 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 Музыка.